Вы видите, что в копировании через SCP нет ничего сложного. Однако есть некоторые неудобства. Чтобы скопировать файл с сервера, нужно знать, где он точно лежит, то есть точный путь до него. Для этого нам придется зайти на сервер, найти файл, потом выйти с сервера, и только тогда мы сможем скопировать. На самом деле есть и более удобные способы. Например, есть программы, которые позволяют графически просматривать содержимое сервера и ходить по папкам, как вы делаете это в обычном просмотрщике файлов. Одну из таких программ, FileZilla, мы сейчас и рассмотрим. Но прежде чем ее рассмотреть, нужно ее установить. Мы поняли, что есть два способа установить что-то на наш Linux, на Ubuntu. Через Software Center и скачав установочные файлы из интернета. Однако, допустим, у нас есть только терминал. Как вот если мы на сервере, у нас есть только терминал, поэтому давайте научимся устанавливать программы из терминала. Давайте приступим. Итак, чтобы установить программу через терминал, нужно выполнить sudo, abget install и имя программы, которую мы хотим установить. При этом в этой строчке abget – это команда, install – это опция этой команды, программа – аргумент. А sudo – это специальное слово, которое нужно вводить, когда мы хотим сделать некоторые изменения в системе. Введение этого слова потребует от нас пароль. Мы помним, что установка программ через Software Center или через скаченный файл установки также требует пароля, поэтому в этом ничего странного. Чтобы удалить программу через терминал, надо выполнить практически ту же самую строчку, только слово install заменить на remove. Кроме того, мы помним, что в графическом интерфейсе у нас была возможность обновить программу, установленную в системе. Это также можно сделать через терминал. Для этого есть команды sudo, abget update и upgrade. Update обновит все ссылки на пакеты, поэтому если вы при помощи install не можете что-то установить, попробуйте сделать sudo.upget update. А обновить все уже установленные пакеты, то есть программы в системе, надо при помощи команды sudo.upget upgrade. Кроме того, можно обновить конкретно одну отдельно взятую программу. Для этого делаем sudo.upget install и еще одну опцию – only upgrade и имя программы. Давайте попробуем теперь в терминале установить программу FileZilla. Итак, я ввожу команду sudo.upget install FileZilla и нажимаю Enter. Меня спрашивает пароль, я ввожу его и жду, когда процесс завершится. Иногда в процессе установки терминал может задать нам какой-то вопрос, действительно ли мы хотим установить эту программу, или если она требует каких-то дополнительных программ, то спросить, согласны ли мы на их установку. В этом случае нам надо ответить либо да, либо нет. Обычно это делается в виде нажатия кнопки Y или N. Программа успешно установлена, теперь можно познакомиться с ее работой.